В доме музея Ленина в комнате няни стоит тяжелый крестьянский сундук. Он был изготовлен из дерева во второй половине 19 века, предположительно в Пензенской губернии. В крестьянском быту у заботливой хозяйки вся одежда лежала в сундуках, переходила из поколения в поколение и передавалась по наследству. Сундук в доме Ульяновых принадлежал няне Варваре Григорьевне Старбатовой, К Ульяновым Варвара Григорьевна попала по рекомендации Анны Веретенниковой, старшей сестры Марии Александровны, матери семейства. Им нужна была няня для новорожденного Володи. В дальнейшем Сарбатова ухаживала за Олей, Димой и Марией. Крышка сундука оклеена иллюстрациями из журналов, оберточными картинками от шоколада. Шоколад няне дарили дети Ульяновых, и обертками она украшала сундук. Дети всегда относились к няне с большим уважением и любовью. Как писал впоследствии Дмитрий Ильич, младшие дети даже не подозревали о том, что Варвара Григорьевна не член их семьи. После смерти няни 4 апреля 1890 года сундук остался в семье Ульяновых. В 1912 году Мария взяла его с собой в Вологодскую ссылку. После освобождения она оставила сундук у местной жительницы. Когда был открыт музей в Ульяновске, по указанию Марии Ильиничны, его отыскали через Вологодский округ Всесоюзной коммунистической партии большевиков и передали в дом-музей Ленина.